Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я нахожусь у родителей мужа, и буду показывать вам орхидейки, которые находятся здесь. Это тоже орхидейки мои, просто они здесь остались, потому что у меня просто катастрофически не хватает дома места. И когда сорта орхидеи повторяются, например, вот это тоже притория, вы все знаете, что у меня дома тоже есть притория, поэтому второй экземпляр оказался здесь. Я также за ними ухаживаю. Единственное, что сейчас усложнилось, это карантин, и мы не можем сюда часто приезжать. Это белая красотка крупноцветковая, растет в закрытой системе в керамзите, и все ей очень нравится. Очень много корней, растут новые листики. А это наша флертейшн, которую я долгое время восстанавливала, и она после реанимации полностью восстановилась. У нее очень много корней, если честно, хочется уже посмотреть на ее цветине. Плохо видно, но там вот прям корешок, уже до самого донышка дорос, и у нее очень много корней. Даже вот в шейке видно, как идут все молоденькие новые корни. Естественно, уже мне интересно, какой будет цветок все-таки с рваными вот этими вот краями, или будет обычный флертейшн. Поэтому сегодня я сходила в фикс прайс и купила себе несколько препаратов. Это чисто цвет, это именно для лечения растений, и это именно для цветущих. Есть еще препарат Топаз, такой же получается фирмы, тоже для лечения, но там больше такие садовые культуры. А здесь именно цветочные, да, поэтому меня заинтересовал этот препарат, и я себе его приобрела. Такие препараты, наверное, всегда должны быть в аптечке Орхомана или даже цветовода, чтобы если где-то увидели подгнивающий корешок или какие-то пятна на листьях, развели и пролили такими препаратами. Так, если этот препарат у меня будет на тестировании, то вот этот уже проверенный хороший препарат, который мне очень сильно нравится. Это фитоловин. Он обычно продается в разной расфасовке, разные у него в постельной упаковке, в баночках, в ампулах. Вот, эта ампула, здесь она одна на 4 мл, разводится на 2 литра. Но вообще мне больше нравятся ампулы, которые на 2 мл и разводятся на 1 литр воды. Мне кажется, это удобнее. Конечно, если вы себе купили несколько растений, для профилактики нужно их пролить фитоловином, то это самое то. Но если у вас одно растение, 2 литра, потом просто некуда будет деть. Конечно же, можно будет набрать как-то в шприц, да, там заморочиться. Ну, в общем, это мое мнение, что по 2 мл просто более удобнее. Хотя в фикс-прайсе такая как бы низкая цена, 12 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому ничего страшного, если остатки вылейте куда-нибудь в огород. Так, еще я купила вот такое вот универсальное удобрение и увидела здесь вообще орхидейку. Из-за этого я, собственно, его и приобрела. Здесь написано, что это для всех комнатных растений даже нарисован кактус. Применять очень просто. На литр воды чайная ложка удобрения. Я решила попробовать, так как здесь, да, вот сейчас я вам покажу. Орхидейк много, но в данный момент, да, они все нецветущие. Вот крупноцветковая белая, притория, вот как раз флертейшн, биглип. Это молодой подросток в размере 2,5. Мне его подарили в магазине Лето за обзор. Очень благодарна. Вот, собственно, это орхидейка с сайта Орхарай. Смотрите, уже видите, много корней, поэтому он готов абсолютно к цветению. И, собственно, сегодня я и полью их этим препаратом. И вот растит новую бульбочку, новый кейк Архидейка Дендрофаленопсис. Мне даже прислали фотографию, какая она будет. Замечательная, знаете, такая нежно-бордовая, прям с темно-бордовой губой. Вот, теперь очень ждут цветения. Вот эта вот молодая, да, тоже, я ее с ней купила, она не цвела, поэтому вот эта уже может зацвести. Как раз и его это дорастет. Я надеюсь, что удобрение поможет. Насчет того, что, да, я поливала их витаминным коктейлем, это было уже очень давно, это было полтора месяца назад, поэтому сегодня я со спокойной душой могу полить их этим удобрением. Так, про удобрение здесь написано, что здесь все ингредиенты в одинаковой дозировке. Вот видите, азот, фосфор, калий в одинаковой дозировке и плюс микроэлементы. Поэтому я думаю, в принципе, достойно будет удобрение, да, процент у нас прям 18, это достаточно хороший процент. Вот, поэтому будем пробовать вместе с вами. Сейчас я разведу пол чайной ложки на пол литра воды, вот, потому что, мне кажется, так много мне не понадобится. Я по чуть-чуть буду доливать в каждый горшочек, да, не будет у меня никакого там залива, замачивания, просто поподливаю водичку с удобрением. Вот так вот оно выглядит, такой порошочек, чем-то даже напоминает соль, вот, и пол такой чайной ложки на пол литра воды. Если вам нужно будет много этого удобрения, то разводите литр, да, вот, чайную ложку на один литр воды. В принципе, запомнить легко, один на один. Ну, я сегодня так половинку буду размешивать до тех пор, пока все кристаллики растворятся. Причем здесь находятся не только орхидейки, здесь есть еще вот такая китайская роза, тоже она давно не цвела, хотя я ей прищепляла, да, обрезала кончики, не знаю, как вам лучше показать. Вот, она в хорошем состоянии, она была пересажена год назад, поэтому я думаю, что пересаживать ее смысла нету, да, хотя многие советуют для цветения ее пересаживать. Вот, но я думаю, пока рано пересаживать, кончики я ей прищепляла, где-то, наверное, месяца три назад, вот, но она не цветет, поэтому тоже сегодня будет полито этим удобрением. Еще есть вот кактус такой, не знаю, кстати, цветет он или нет, ну, тоже польем его на всякий случай. Кактусы на упаковке нарисованы, значит, тоже можно поливать и кактусы. Собственно, можно начинать наш полив. У меня полностью растворить... Ай, разлила, чипы. Полностью растворить не получилось, вот, наверное, хотя водичка теплая, наверное, так и должно быть. Теперь еще и лужу вытирать. Так, и потихонечку буду проливать. Вот, там уже есть водичка, просто она уже испарилась, ниже стало уровня внутреннего горшочка. Я буду доливать, чтобы было на сантиметр выше внутреннего горшочка. Здесь вообще вся водичка уже испарилась. В белую тоже буду доливать. Вот примерно на такой уровень, да, примерно 2 сантиметра воды. Здесь тоже буду наливать, чтобы было на сантиметр выше внутреннего горшочка. Здесь уже зазеленело, нужно будет помыть. Ну, хотя эти водоросли, они абсолютно никак не вредят нашим орхидейкам. Чуть-чуть еще, капельку. Вот так. Надеюсь, хорошо видно, примерно на сантиметр выше уровня внутреннего горшочка. Надеюсь, они дадут мне цветоносы. Так, и здесь. Здесь тоже осталась водичка, поэтому я так чуть-чуть добавлю. Стараюсь попадать на мох, чтобы он напитался и отдал корешочкам питательные эти микроэлементы. Так, здесь уже тоже вода совсем-совсем почти испарилась. Я тоже немножечко долью. Процентное соотношение одинаковое, поэтому можно поливать как орхидейки, и те, которые вы хотите, чтобы они у вас росли, так и те, которые вы хотите, чтобы у вас цвели. Вот. Поэтому, собственно, я и полила эти растения. По чуть-чуть, понемножку. И сейчас как раз еще и полью эту розочку. Вот так. По чуть-чуть, по чуть-чуть всем. И остатки вылью в кактус. Вдруг зацветет, да? Кстати, у меня здесь еще есть вот такая вот пальма. Привезена была когда-то с моря. Вот. Здесь в квартире очень жарко, мне кажется, для нее. Влажность маленькая. Она все время подсушивает листики. Не знаю уже, что с ним сделать. Я уже и опрыскивала, я уже и поливала. Но вот пока я нахожусь все время здесь, он еще так преображается. Вот. Ну, когда меня нет, уж совсем все, вот эти кончики иссыхают. Вот. Ну, потому что, наверное, в мое отсутствие прыскать некогда. И некому. Вот. А когда мы здесь, и дети прыскают все время. Вот. Ну, сейчас вот он в таком плачевном состоянии. И забрать его, если честно, некуда. Горшок большой. И это проблематично, куда ставить в моей маленькой квартирке. Вот. Поэтому пока так, пока у нас жилище не расширится, будет вот здесь так и стоять и подсыхать. Но главное, что он не пропадает. Надеюсь, дождется когда-нибудь переезда. Очень жалко, конечно, эту пальму. Хотелось бы, чтобы она была более красивая, более веерная. Да, вот. Потому что вот новый ее листик, он какой-то, как будто чего-то не хватает. Давайте, может, немножечко ей подольем этого нашего удобрения. Так, и теперь посмотрим, что будет, да, после того, как мы полили наши орхидейки удобрением из фикс прайса. В принципе, процентное соотношение, повторюсь, хорошее. Я думаю, что орхидейки отреагируют. Тем более, у них корни есть, листья есть. Осталось выпустить только новые цветоносики и порадовать пышным цветением. Поэтому в следующий раз я приеду и надеюсь уже посмотреть на новые цветоносы. Все, мои дорогие. Всем до свидания, всем пока-пока. И обращайте внимание на те препараты, которые есть в фикс прайсе. Потому что многие магазины цветочные закрыты и купить препараты негде. А в фикс прайсе все есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...